Дзюдоисты Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев, принёсшие в копилку страны три золотые медали на летних играх в Лондоне, приехали на очередные сборы в отель «Весна». Здесь спортсмены восстанавливаются и готовятся к следующему сезону. Мы здесь подготавливаемся, кто-то лечится, кто-то тренируется. Пока на дальнейших планов на соревнованиях мы не знаем, так что надо будет общаться с главным тренером. Уже со временем будет ясно, куда нас на какие турниры поставят. На тренировочных сборах все равны. Лучшие дзюдоисты не дают себе послабления. Во время силовых тренировок стараются поднимать штангу с максимальным весом. Люди приходят, смотрят на соревнованиях, как мы выигрываем. Но за этим стоят долгие упорные тренировки. И не за один месяц до соревнования, а намного раньше. Поэтому сейчас вот и есть тот подготовительный период, который нам пригодится уже и в конце этого года, и в следующем году. Кроме того, ленгидарные российские дзюдоисты помогают начинающим спортсменам, приехавшим с разных регионов Юга России. На одном ковре отрабатывают основные приемы и подсказывают, как правильно делать упражнения. Конечно же, это очень важно, прежде всего для этих ребят, которые приезжают, набираются опыта с ребятами, теми, которые находятся в сборной. Получают, наверное, массу удовольствия от этих тренировок и, конечно же, практику, практику именно ковровую в технике. Отель «Весна» является традиционной площадкой для сборов многих спортсменов страны. Команда под дзюдо именно здесь регулярно готовится к ответственным соревнованиям. «Лучшее место для подготовки в России найти трудно», – говорят дзюдоисты. Здесь есть весь спектр услуг – от номерного фонда до медицинского центра. «Очень хорошая база. Тут всё для нас, для дзюдо. Люди, которые тут работают, очень помогают нам во всём питании, проживании. Большое спасибо им. И всё». На сборы приехали не все спортсмены. Основная команда сборной сейчас готовится к чемпионату мира, который пройдёт в конце августа в Рио-де-Жанейро. Тренировки проходят в Санкт-Петербурге. А на сборах в Сочи команда пробудет до 19 августа. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.